здравствуйте друзья здесь демитков юрий продолжаю видео про сургут нефтегаз префы в предыдущем видео я рассказал что акции должны взлететь и о том что я в это настолько верю что решился взять их давайте посмотрим что я сказал конкретно потому что вчера я общался с людьми и в комментариях и с живыми людьми которые посмотрели это видео и там возникло недопонимание посмотрите что я сказал я хочу напомнить об этом давайте перейдем к акции дело в том что конечно же я оценил вероятность во первых я еще раз хочу напомнить что я никого не призывал если вы пересмотрели по видео я никого не призывал эти акции потому что это решение ваше и только ваше я просто сказал что я считаю что эти акции будут и я не просто так сказать я в этом убежден и я убежден в этом настолько что я сам приобрел этих акций 10 тысяч штук на 400 тысяч рублей я настолько убежден в этом что я купил даже не на свои деньги я хочу акцентировать на этом внимание но во первых я сказал что я взял их не на свои деньги это действительно так если я взял их в кредит вот и я еще раз настоятельно напоминаю о том что я не призываю вас к этому и в предыдущем видео я рассказал о том насколько ну это рискованно во первых во вторых чем я рискую я оценил все свои риски но посмотрите если вы решитесь повторять за мной то что происходит то в случае если акции вырастут цене и ну будет прибыль то вы скорее всего получите эту прибыль вот ну больше или меньше это уже другой вопрос в зависимости от того когда вы выйдете из этой сделки но я очень хочу вас предостеречь от того чтобы покупать эти акции если вы неопытный человек в в трейдинге почему потому что смотрите я там четко показал что я ну вот оцениваю сколько я заплачу там кредит и так далее и так далее я все это просчитал и самое важное что там есть это стоп заявка которая ограничивает убытки если вы не знаете как ставить стоп заявку я вам очень рекомендую не входить в эту сделку и не начинать торговлю вообще вот в короткую ну то есть на короткие периоды не в короткую а на короткие периоды потому что торговля без стоп заявок без ограничения убытков без оценки она очень-то чревато серьезными убытками вот о том как избежать убытки я рассказываю на курсе биржа для чайников и на самом деле вот я не рекомендую вам покупать акции но я вам рекомендую настоятельно этот раз приобрести этот курс если вы еще не опытны теперь о кредите смотрите когда я сказал что вот я там кстати в кредит и взял некоторые люди поняли меня буквально они подумали что я пошел в банк и попросил в банке кредит на 400 тысяч рублей это далеко не так дело в том что но есть понятие плеча у брокера и я эти акции сделку совершил с плечом и соответственно я купил действительно 400 тысяч но этот кредит это не наличными кредит не тот самый кредит который в банке берут потому что у меня спрашивают ну ты же будешь каждый месяц платить какие-то платежи по кредиту вы чё ребят я не собираюсь каждый месяц платите платежи по кредиту я собираюсь не больше одного месяца там быть в этом кредите максимум полтора понимаете и то я каждый день оцениваю это дело и здесь очень важно и кредит дается ну как бы брокером автоматически под залог тех ценных бумаг которые есть у меня у меня там больше 500 тысяч рублей на счет в настоящий момент то есть там есть подо что взять этот кредит и я оценивал вот все эти риск параметры я очень благодарю людей которые поучаствовали в обсуждении михаил z написал очень длиннющий комментарий огромное спасибо михаилу хочу сказать вы имеете возможность его почитать на этот комментарий был ответ алексея чарушина алексей чарушин уже закончил курс биржи для чайников это очень аккуратный инвестор очень аккуратный он он пришел так же как и я из форекса он знает что такое риск и он значит рисковать не надо и вот он и что пишет алексей чарушин это коротко новичкам на фондовом рынке статью выше вот тот комментарий который михаил написал положить на самое видное место и выучить наизусть то есть ребята я целиком согласен с алексеем и с михаилом потому что потому что это очень важно управлять рисками пока вы не научитесь управлять рисками не рискуйте вот что я хотел сказать кредит я взял у брокера он берется там сказать но процент считается каждый день кажется я процент посчитал там на 100 тысяч рублей поэтому там у меня кто-то поправил там на 400 тысяч будет больше в четыре раза платежи по кредиту я очень благодарен за этот комментарий тоже потому что да судя по всему я там ошибся я посмотрю еще проверю вот но что я хочу сказать наблюдайте пожалуйста но теперь к своей радости я вчера обнаружил что посмотрите что произошло вчера давайте посмотрим а вчера эти акции начали расти то есть я я оказался прав ребята вот но что я сделал посмотрите я вчера ну вот с утра снимал по моему видео или смотрел на биржевой терминал и вдруг вижу вот здесь вот давайте я включу получасовой терминал вдруг я вижу что акции блин начали расти вот они выросли конечно меня это обрадовало они выросли ну практически вот на 60 копеек 60 копеек умножаем на десять тысяч акций получается ну там я вам могу сказать точно сколько получается получается на настоящий момент вот нереализованной pl 7 тысяч четыреста девяносто семь рублей то есть практически семь с половиной тысячи у меня а по этим акциям плюс это бумажная доходность это если я прямо сейчас закрою я получу вот и семь с половиной семь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей ну там за вычетом комиссии и тех процентов которые прошли я получу эту прибыль вот что я сделал я ничего не сделал я посмотрел проанализировал но день был такой вчера просто позитивный день и акции все выросли я даже не стал сдвигать посмотрите я даже не стал сдвигать стоп заявку то есть у меня по-прежнему сейчас потенциал какой я надеюсь по-прежнему что акции вырастут я сижу в позиции и и пока что у меня стоп лимит я даже если я поставлю стоп лимит вот сюда передвину то у меня заявка кажется в без убытки я пока этого не делаю потому что я подозреваю что может еще быть колебания вот и я буду держать вас в курсе событий что будет происходить вот что я планирую делать я планирую потихонечку по мере того как значит когда акция перейдет вырастет еще и перейдет на следующий уровень то я подниму стоп лимит вот куда-нибудь вот сюда это уровень поддержки понимаете 41 где-то вот и два и дальше я буду поднимать стоп лимит но стоп лимит тоже очень важно поставить правильно потому что там есть параметры такие как проскальзывание и это тоже надо знать я очень-очень рекомендую просто вот почувствовать себя сейчас болельщиками смотрите наблюдайте за теми действиями которые я буду делать но не пытайтесь их повторить потому что вы это будете делать свой страх и риск потому что в точности повторить мои действия у вас не получится потому что это не автоследование я не могу выкладывать видео мгновенно сразу после того как я это делаю я могу сделать что-то скачь ну срочное в прямом эфире я догадываюсь что кто-то наверное на прислушался к моим доводам и тоже открыл эти позиции вполне возможно и я буду стараться держать вас в курсе своих действий но понимаете это риск я сразу могу сказать я рискую точно совершенно я рискую своими деньгами я не могу рисковать вашими деньгами я не беру деньги в управление я просто вот рассматриваю это дело вот что я вам рекомендую еще раз это приобрести курс биржа для чайника для того чтобы самостоятельно уметь разбираться а то на каком основании я принимаю решение и что я делаю я вот об этом рассказываю но опять же для того чтобы пользоваться этими инструментами вы не должны быть чайниками то есть пройти вот это вот боевое крещение курс биржа для чайников иначе все будет очень очень печально может быть вот такие дела спасибо за внимание оставайтесь со мной с вами был демитков юрий до встречи